Привет, это канал I Like Pet и в этом ролике мы расскажем вам про анциструса. Сомики анциструсы известны своим забавным внешним видом и интересным поведением. Их отличительная особенность – рот в виде большой присоски с вытянутыми губами. Этих рыб называют санитарами аквариумов. Они хорошо чистят стенки аквариума, камни, коряги с большим количеством растительности. Сомики анциструсы – спокойные рыбы. Они любят прятаться. Часто хозяева покупают для них специальные домики. Анциструсы – это такого среднего размера, самой присоски. Обитают они обычно в аквариуме в нижней части. Любят скрываться в каких-нибудь пещерках, в корягах, в кокосах. Для них выпускают специальные домики для нереста. Это обычно дупло с глухой стороной, с закрытой стороной. Анциструсы хорошо уживаются с большинством тропических видов рыб. Правда, при выборе соседей для анциструса стоит помнить о том, что он ведет преимущественно ночной образ жизни. По совместимости, ну они практически с любой рыбой совместимы, даже с креветками. Но проблемы возникают с листьями растений, с широкими листьями растений, когда они начинают их просто скрести. Это анубиасы, криптокарины выскребают, кинодорусы. С такими растениями их не стоит содержать, потому что внешний вид будет потерян. И не стоит их содержать вместе с рыбами малоподвижными и крупными. Ну, например, золотые рыбы ночью, они опускаются на дно и спят. А у анциструсов как раз ночью начинается период активности, начинают искать еду и, соответственно, найдет золотую рыбу, просто ее поскребет. Поэтому, ну, например, еще дискуссов, я думаю, может тоже поскрести, хотя чаще всего это проблема с золотыми рыбами. Золотые рыбы, хинодорусы, криптокарины, вот с ними плохо живет. Со всеми другими рыбами он живет хорошо, потому что рыба вырастает где-то около 13 сантиметров. У него, он довольно защищен тишуей, у него есть специальные шипы в районе жабр, которые не дают ему проглатывать, не дают его проглатывать другой рыбе. Уход за анциструсом несложен. Достаточно обеспечивать в аквариуме хорошую фильтрацию и рацию, регулярно осуществлять подмены воды. Оптимальная температура для содержания анциструса составляет от 22 до 25 градусов тепла. Также необходимо позаботиться о правильном питании этой аквариумной рыбки. Это растительноядный преимущественно сом, это не означает, что он не может там поскрести какую-нибудь рыбу, умершую там или живую, неважно. Но в рационе у него обязательно должно присутствовать дерево. Дерево, растительные корма, поэтому лучше их содержать в аквариумах с натуральными корягами, кормить таблетками для сомов, зелеными, можно смешанными таблетками. Средняя продолжительность жизни анциструсов составляет от 5 до 6 лет. О других интересных подводных обитателях вы можете узнать на нашем сайте, подписывайтесь, читайте и смотрите нас, мы также представлены в социальных сетях. С вами был ialike.pet. До новых видео!